Добрый день, уважаемые участники конференции! Я хочу предложить вам свой доклад на тему архитектура, технологии и образы. Влияние технологии на архитектуру огромно. Это и создание новых материалов, строительных и отделочных, и конструкций, и новые возможности проектирования и строительства. Сегодня 3D-технологии позволяют печатать здания. Бесконечная интерпретация вечного материала архитектуры света, проектирование и, конечно, разработка новых инженерных систем. В границах темы архитектуры и инженерного оборудования интересно рассмотреть, как ведет себя эта пара партнеров. Всегда ли одинаковы их отношения и лидерство? Хай-тек ознаменовал начало эпохи новых технологий в архитектуре. И, наверное, самым ярким свидетельством этому стал, завершившись 50 лет назад, конкурс и принятое решение о строительстве в Париже Центра современного искусства на площади Бабуа. На международный конкурс архитекторы из 49 стран представили 681 проект. Победу одержали молодые британец Ричард Роджерс и итальянец Ренцо Пиано. Постройка стала самой скандальной и парадоксальной до сегодняшнего дня версией взаимодействия архитектурной формы и инженерных систем. Вывернутые на фасад здания инженерные системы, их элементы, впервые столь вызывающие, были представлены как основа образа самого здания. Не правда ли вспоминается легенда о парижских манекенах Сальвадора Дали? Прозрачные тела с имитацией сосудов и внутренних органов из пластика, заполненные цветными чернилами. Это начало скандальной известности мэтро-сюрреализма. Глядя сегодня на тому здание центра, можно уловить некую закономерность в сочетании метрического ритма фасадов. Остекленного параллелепипеда и синкопированного ритма труб, коммуникаций и тоннелей лифтов и эскалаторов. Дополняют картину цветовые партии. Арматура белый цвет, вентиляция синий, электропроводка желтый, водопровод зеленый, эскалаторы и лифты красный. Пара архитектура и инженерная структура явно поменялись традиционными местами в наполнении образа этого комплекса. Неоднозначно принятый центр Помпиду, названный в честь инициатора и вдохновителя его строительства, президента Франции Жоржа Помпиду, стал историческим прецедентом выдающейся роли инженерных коммуникаций в архитектурном образе, его формировании. Инженерные технологии становятся важной составляющей зримо воспринимаемой людьми. Заключая, можно высказать предположение, что принцип синкопического ритма вполне может быть и в будущем применен в архитектуре посредством дифференциации поверхности форм и ритмических построений инженерных систем. Развивавшийся хай-тек, у истоков которого подобие нефтеперегонного завода Центра Помпиду, так его называли, все изящнее прячет инженерные системы и эстетствующие оболочки материалов и форм. При этом техническая отступает на второй план в общем художественном замысле. Таков Центр Ллойда, спроектированный Ричардом Роджерсом в 1986 году. И экстерьер, и интерьер излучают иные импульсы взаимодействия архитектуры и инженерных систем. Своего рода искусством невидимого становятся инженерные коммуникации, подчеркивая стерильную красоту роскоши минимализма или богатства интерпретаций неоклассики. Словно устыдившись ноготы, архитектура прячет коммуникации в фальшивые потолки, закрывает их в шкафах и ширмах. Это представляется естественным, но не всегда удобным. Архитектурный образ теперь полностью слагаемая формы и пространств, поглотивших инженерные сосуды и органы. Следующим этапом можно назвать этап взаимодействия инженерных систем и архитектурных форм. Это так называемое структурное влияние на формопространственное решение. Процесс строится на сочетании двух направлений. Включение элементов инженерных систем в образную структуру и форму здания и модификация форм, определяемая требованиями решения инженерных задач. Создание экологической или устойчивой архитектуры на основе учета и использования особенностей климата, природных явлений, солнца, ветра, движения воздуха и водных масс морей и океанов, геотермальных вод, подземных вод, сбережения природных невозобновляемых энергоносителей, а также энергосбережения, определяет устойчивую тенденцию в современной архитектуре. Архитектура становится своего рода оболочкой для инженерных систем. Мы видим это на примерах ветроустойчивых установок. Солнечные батареи сначала достаточно скромно, демонстрируя лишь способность заменить те или иные строительные или отделочные материалы, постепенно занимают все большее и большее место в формировании образа здания. Стадион, солнечный стадион, построенный Тойе-Ито в 2010 году в Тайване, пример такого решения. Рассчитанный на 50 тысяч жителей, он привлекает внимание не только своими функциональными качествами, но и использованием солнечных батарей и решением задач энергосбережения в этом построенном комплексе. Система солнечных панелей обеспечивает работу стадиона, а в моменты его отдыха избыточная энергия передается в общегородские сети. Интересен проект «Звезда пустыни» «Эко-курорт». Мы видим, солнечные батареи выполняют своего рода образную функцию, окружающие эти комплексы зданий для отдыха. В виде источников воды, своего рода такой оазис в пустыне. Естественно, что применение солнечных батарей или фотоэлектрических устройств постепенно расширяет свои возможности и функции. И вот на примере проекта здания мечети в Приштине мы видим, как солнечные батареи создают или подчеркивают внешнюю пластику здания. Традиционно природа все активнее включается в решение инженерных задач. Таковы проекты реновации Парижа, выполненные в 2010-е годы. Модификация архитектурных форм становится следствием решения инженерных задач. Это можно наблюдать на проектах некоторых зданий, но тем не менее мы видим, как даже эти отдельные решения демонстрируют возможности архитектуры и инженерии в таком синтетическом решении стоящих проблем. Солар-тауэр, построенный в южном климате Чикаго, представляет пример такой архитектуры. Вот мы видим внешние ряды солнечных панелей вокруг цилиндрического объема самой башни. Они и решают задачу энергообеспечения и создают условия для невозможности попадания прямого солнечного света в башню с целью обеспечения ее нормального микроклимата интерьера. Интересен пример архитектурного решения колледжа Эмерсона в Лос-Анджелесе, разработанный Томом Мейном и Биоморфозис в 1913 году. Полторы тысячи гнутых алюминиевых панелей реагируют на изменение температуры и движение солнца, создавая определенную модификацию структуры оболочки здания. Они решают чисто инженерные и функциональные задачи. Новейшим этапом конца 2010-х, начала 2020-х годов стал этап встраивания, если можно так сказать, виртуального мира в среду мира материального. Эти процессы особенно обострились в период пандемии. Мир виртуальный, нуждающийся в комфорте и общении с гаджетами, в различных версиях среды материальной, стал материальной реальностью. В том числе появились версии, которые просто нейтрализуют материальный мир как качество архитектуры. Виртуальная реальность времени пандемии воспринимается уже как материальная. Для ставшего далеким материального мира и нередко недоступным, подобные возможности встраивания изображаемого, образно-живого импонируют человеку. Инженерные системы создают комфорт того пространства, в котором пребывает человек. Поиск образов зрительных в комфортной среде своей квартиры для многих людей становится занятием весьма привлекательным и столь же употребимым, как и дополненная реальность. Позволяет дополнять пространство условное реальными, видимыми на экране предметами, объектами и так далее. Но жизнь реальной архитектуры и инженерных технологий продолжается. Вновь во время пандемии образ центра Помпиду может рассматриваться как пример. Какой же пример? Мы видим, что потоки переработанного воздуха могут выходить из интерьера этого здания и оседать здесь же на окружающем пространстве площади. Схема, которая приведена на этом слайде, демонстрирует, как зона рециркуляции воздуха должна быть иной, нежели это предусмотрено выходящими на близ, расположенное к людям, пространство поверхности Земли. Таким образом, можно считать это определенной ошибкой в проектировании систем. Можно считать это и нормальным, но для времени, которое предшествовало пандемии. Сегодня же требования и к архитектуре с ее безграничными пространствами, и к инженерным системам, обеспечивающим локальную возможность пребывания человека в тех или иных помещениях, зданиях или открытых пространствах. Эти задачи нуждаются в корректировке. И вызовы пандемии заставляют нас по-новому посмотреть на функции этой неразлучной, неразделимой пары архитектура и инженерные технологии. Каким будет следующий этап взаимодействия этого достаточно противоречивого, но неизбежного союза архитектурных форм и пространств, инженерных систем покажет уже ближайшее время. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.